По грибы, по ягоды, да вернуться бы. Наступает сезон тихой охоты и все больше любителей даров природы выбирается в лес. Увлекшись поиском грибов и ягод, многие забывают не только о времени, но и о том, с какой стороны пришли. Так, совсем недавно в районе деревень Никульской и Ламы заблудились две пожилые женщины. К счастью, у дачницы оказался заряженный мобильный телефон. Им удалось вызвать спасателей. От точки захода они отошли около пяти километров. То есть они бродили по лесу, по-моему, около четырех или пяти часов, они сказали. То есть они заблудились уже, когда им надоело, или силы кончались, уже вышли на нас, то есть позвонили. До этого они пытались сами выйти. Как позже рассказали женщины, нашли место, где росла крупная черника. Ягоды за ягодой ушли далеко от дорог и просек. Бродили вдоль болот, прорывались через бурьян и дошли до Лебяжьего луга. Тогда-то и поняли, что двигались в противоположную от дома сторону и направились обратно. Когда совсем отчаялись, вызвали спасателей. Через 15 минут ребята приехали, и они нам позвонили по телефону и сказали, что мы сейчас будем гудеть вам, подавать гудки. Ну, поскольку мы уже как бы тут сообразили и шли на солнце, как бы уже направление у нас взято правильное было, и мы уже гудки услышали, как, кстати, почти сразу. Как отметили поисковики, найти потерявшихся удалось легко. В лес любительницы грибов и ягод пошли подготовленные. Кроме телефона у них с собой были свистки. А это мне всегда. Молодцы, молодцы. Свисток, по мнению поисковиков, действительно очень полезная вещь. Часто человек, долго зовя на помощь или замерзнув, может охрипнуть и потерять голос, а свисток позволит подать сигнал. Общались мы вот так. Допустим, один раз я свистну, где она, я хочу узнать, она мне свистит. Значит, мы рядом. Не слышу, я свищу два раза, она мне отвечает. Вот. И всегда надо свистеть не в одном направлении, а в разных направлениях. То я в одном направлении, она может не услышать, повернусь в другое, она слышит. И она уже отвечает мне тоже свистком. Поэтому свисток – это наша необходимость. Спасатели рассказывают, лесной массив в нашем регионе не слишком большой. Часто людям удается выбраться самостоятельно. Ориентироваться можно по шуму трассы или по солнцу. Хорошо иметь с собой компас или навигатор в мобильном телефоне. По статистике, если потерявшийся не выбрался из леса в течение двух часов, бродить дальше уже бессмысленно и даже опасно. Самостоятельно выбраться уже вряд ли удастся. Самое время звонить спасателям. Иногда спасатели могут вывести человека с помощью лишь одного звонка по мобильному телефону. Дежурный по описанию сможет сориентировать потеряшку по карте. Важно помнить, даже если в конкретном лесу вы бывали не раз, всегда есть вероятность заблудиться. Поэтому к любому походу спасатели советуют хорошенько подготовиться. Яркую одежду, не камуфляж, не марковую одежду, а именно яркую. С собой взять что-то от комаров, обязательно заряженный мобильный телефон, фонарь, спички. А людям, принимающим таблетки по графику, советуют взять лекарство с запасом. Иногда это может спасти жизнь и дать еще немного времени поисковикам, чтобы найти человека. Мария Метлицкая, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.